Последний раз с Александром Келлером мы встречались в октябре прошлого года. Тогда мастер закончил основную работу над своей уникальной скульптурой, собранной из десятков стальных треугольных фрагментов физической картой города. А эти кадры в мастерской Келлера мы сняли сегодня. Стальная карта курорта весом в несколько центнеров стала серебряной. Такое ее сделали на одном из заводов Санкт-Петербурга. Ее покрыли несколькими слоями медью, потом покрыли серебром 999-й пробы. Для того, чтобы придать морю цвет, все это покрыли спектральным хромом голубого цвета. И следующий был слой – керамический лак, чтобы серебро со временем не туснило, и всевозможные осадки, они никак не сказывались. Над скульптурой Александр трудился чуть больше года. Ушло 12 листов стали по 10 квадратных метров в каждой. В тонкой, почти ювелирной работе он использовал всего два инструмента. Совсем не ювелирных – болгарку и сварочный аппарат. Удивительно, но с их помощью мастер изготавливает тончайшие детали. Мелкие элементы Олимпийских дворцов, башни Ахун, сочинского цирка. Здания уже готовы. Скоро они разместятся на карте. Осталось только покрыть их золотом. Пока в новом цвете только здание Зимнего театра. А всего таких фигурок будет 15. И в ближайшие годы Келлер планирует постоянно дополнять скульптуру новыми значимыми объектами. Тем более у Александра теперь есть единомышленник. Анатолий помогает в сварочных работах. Говорит шутя, благодаря этой карте можно и в историю войти. Там же будет и моя фамилия также. Так что и потомки мои тоже могут смотреть на это. И родственники будут приезжать смотреть опять же. Так что рад очень. В какой точке города разместить карту, скульптор думал долго. Решение менял четыре раза. И решил. Уникальную скульптуру установят на площади у городской администрации. На небольшом постаменте под толстым стеклом. Защита от вандалов. Установят карту в конце июня. И, кстати, на церемонию приедут эксперты Книги рекордов России и Гиннесса. Карта Александра Келлера не имеет аналогов. Это первый объемный план города из стали, который обязательно станет еще одной узнаваемой достопримечательностью курорта.